В ужасе живут жители деревни Кармалка последние две недели. Вместе с ними поселились непрошенные гости, загадочные гусеницы. Облюбовали все. Огороды, дома и даже умудряются ползать по потолкам. Они в виде как маленьких выводок змей. У них сверху панцир, а снизу очень много-много ножек. И когда их даешь, они прям как орешки щелкают. Они в 9, значит, в 21.00 вечером выползают очень по многу, прям целый полчища. Заползает на стены, мы сметаем веником, метелкой. И потом он заползает домой. Очень много падало на нас, прям падает. Ловим дома. Они заполонили буквально все, их тысячи кругом. Невозможно просто находиться. Они по потолку ползают, они в погребе, они на огороде, они на крыльце, они возле фундамента. Это что-то страшное. Мы не знаем, дети вот маленькие, не дай бог, в ухо заползут, кусаются они или что, мы даже не знаем. Непонятных насекомых столько, что страшно ходить. Они на грядках, на тропинках, дома на полу и начинают уболзать уже из раковин. Собирать бесполезно. Люди в отчаянии используют все средства борьбы с насекомыми. Но ничего не помогает. Пришлось обращаться за помощью к специалистам. Просим власти города, пожалуйста, обработайте озеро. Хорошо бы его прибрать в порядок. При советской власти леса обрабатывали. Конечно, были и гадюки, и клещи, все это было, но в очень ограниченных количествах. А сейчас это настолько заполонило, что прямо невозможно. Выяснилось, что это подстилочный лесной вредитель ореол обитания, у которого влажные места. Дома жителей кормалки оказались рядом с расплодившимися насекомыми. Вредитель Кевсяк 1000 ножка имеет две пары ножек и называет его 1000 ножкой, потому что она имеет 788-800 ножек. Этот вредитель двигается очень быстро, его даже невозможно поймать. Они очень живучие, жесткие. Эти вредители ищут места влажные, а от солнца очень боятся. Днем мы выехали туда, днем, конечно, их количество не так уж много было, но на один квадратный метр мы посчитали там 3-4 штука. Это уже много. Трогать этих насекомых руками нежелательно. Может остаться фиолетовый ожог. Повреждают в первую очередь плоды сливы, ягодные культуры, клубнику. Сначала появляются личинки насекомых, которые через 10-12 дней превращаются в гусенец. Мы рекомендуем уже садоводам, населению перед посадкой обрабатывать марганцовым раствором или фунгицидами и протравителями растения. Обязательно должны быть они протравлены. Также самым эффективным уничтожением этих вредителей являются ловушки. Ловушки нужно обязательно ставить в утренние или вечерние часы, потому что эти вредители вредят утром или вечером, а днем они прячутся от солнца, потому что они не переносят жару. Так что бороться с вредителями придется всеми силами. Осенью они исчезнут сами. Пока же не стоит усиленно применять химические препараты. В садах идет процесс завязи будущего урожая, плодов и ягод. Осенью рекомендуется глубокая перекупка почвы и обработка сухими химпрепаратами.